Как бороться с распространением африканской чумы свиней обсуждали во вторник в региональном правительстве. В 2017 году на территории Ивановской области зафиксировано уже пять случаев заболевания. Три среди диких кабанов, два среди домашних свиней. Масштаб небывалый. Ранее регистрировали не больше двух случаев в год. Очаги заражения в личных подсобных хозяйствах обнаружены в Тейкове и в Савинском районе. На данные хозяйства наложен карантин. В очагах проведено отчуждение свиней и их уничтожение. Проводятся оздоровительные мероприятия согласно утвержденных планах по ликвидации и оздоровлению. Что касается диких кабанов, готовятся документы по наложению карантина в двух кварталах Южского лесничества. Буквально вчера, во второй половине дня, мы получили сообщение от Департамента природных ресурсов Ивановской области оба обнаружения в вольере охотно-хозяйства Южская звероферма двух трупов кабанов. Предварительно в данном вольере содержится около 45-50 особей кабанов. Следует отметить, в последнее время кабаны не выходят к откормочной площадке, что дает повод предполагать об их гибели. Чтобы не допустить распространения заболевания, в службе ветеринарии контролируют перемещение как живых свиней, так и продукции из их мяса. Усилен контроль за утилизацией биоотходов. Но самый действенный способ справиться со сложившейся ситуацией – максимально сократить поголовье свиней в регионе. Диких кабанов сейчас, по данному ветслужбы, всего 500. С домашними свиньями ситуация сложнее. Из 12 871 головы 5 371 – это в коллективных хозяйствах. И здесь поголовье сокращается по сравнению с прошлым годом. На 200 голов убавилось. И, в общем-то, к сожалению, не сокращается поголовье в личных подсобных хозяйствах граждан. По статистическим данным оно даже выросло по сравнению с прошлым годом. Пусть и немного, порядка на 100 с небольшим голов, но идет рост. Недооценивать эту проблему нельзя, потому что убытки люди терпят колоссальные по этому поводу. Я поддерживаю сегодня позицию Департамента сельского хозяйства, что, конечно, мы сегодня должны аккуратно сдерживать и не поддерживать развитие свиноводства. Потому что, учитывая, что зараза живет в диких кабанах, ничего гарантировать мы на самом деле не можем. Ну, я уж молчу о том, что и передвижение кормов, и грузов, и все, тоже трудноконтролируемая вещь. Люди далеко не везде к этому делу относятся серьезно. В случае с коллективными и фермерскими хозяйствами в правительстве региона могут влиять на ситуацию посредством программ стимулирующих фермеров заниматься другими, альтернативными свиноводству видами животноводства. В планах в ближайшие годы полностью переориентировать эти сельхозпредприятия. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.